Литвиненко, кандидат технических наук, кибернетик. История становления русского языка. Перед этим вы видели фильм, который уже был развернут. Это в единственном языке, который можно на одну букву, извините, целый фильм снять. А теперь давайте посмотрим современная наука и юридическая культура о мироздании языке и письменности протославян. Помним, в Библии сказано, вначале было слово, и слово было Бога. И слово было Богом. В первоначальном греческом переводе было написано, и Бог был в слове, а не и слово было Богом. Это играет очень большую, как говорится, разницу. Потому что вот последняя фраза, «Ин арчи, ин логос, кео логос, гресь фросту ве, фион это Бог, ки феусин у логос», что дословно переводится, как «и Бог был в слове», а не так, как написано в Библии, и слово было Богом. Вроде бы одно и то же, но это не совсем. Сейчас попробую это объяснить. «Логос», который здесь пишут, это и понятие, и слово. То есть, ну, у этого слова есть около, я так посмотрел в энциклопедии, около чуть не 20 понятий разных. Слава Богу, там нет противоречивых. А в принципе, это, чтобы было понятно, материализованные божественные силы, творящие, проявляющие мысли формы. Почему? Потому что, когда грехи писали, они еще не знали, что из ничего можно что-то сделать. Миф-то существовал. А на самом деле, как это происходить и все, в настоящий момент уже понимают, поэтому не писали, и Бог был в слове. А написали, и слово было вроде бы одно и то же, но не совсем. То есть, слово «Бог в слове». То есть, когда мы говорим, это о чем говорится? Бог – это слово разума или логос. То есть, слово не принадлежит личности, как образ, а принадлежит тонкоматериальному, ментальному миру. Вот тому потустороннему миру, в который мы, когда 17-го года, не верим. Его нет просто. Вот это и есть ментальный мир, мир разума и слово. И вот там существует слово в виде чего? Ясно не азбуки Морзе. Ясно, что эти слова существуют не в виде еще чего-то. Они существуют только в виде образа. Они могут существовать там только в виде образа. Ну, еще могу сейчас добавить уже, наука позволяет это. В виде голографического образа. И вот материализация-то идет, уплотнение этого голографического образа. Поэтому из ничего может возникнуть все. Только сейчас становится понятно. А тогда они просто не понимали. Считали, что это каким в наше время считается, что это фокусы. В Индии я видел, как Сатя Саибаба материализовал мелкие предметы. Потому что надо много-много энергии для того, чтобы произвести материализацию. Перейдем дальше. Логос, язык и речь. У Гераклита, логос, это от греческого логоса, я уже сказал, слово, понятие, мысль, смысл, число, это наиболее устойчивая структура бытия. Поэтому и существует. Греческие стойки описывают логос, как эфир на огненную душу космоса, с форма создающей потенции. То есть, так называются они, семенные логосы. От них происходит сотворение вещей из эфира, инертной тонкоматериальной субстанции хаоса. Таким образом, реализуется двойственность противоположных взаимообусловленных начал. Логоса и хаоса. С одной стороны логос, с другой хаоса. Потом я покажу это, как с точки зрения современной науки можно и то, и то оценивать. Таким образом, логос это мыслеобраз в ментальном мире и составной символ, то есть слово, из более простых символов, букв, азбуки в проявленном мире. А язык это универсальный материальный носитель сознания человека. Язык следует отличать от речи, которая представляет собой овеществление, то есть материализацию результата умышления с помощью слова. Язык и речь образуют взаимообусловленное единство. Нет языка, нет речи. Нет речи, нет языка. Соотношение языка и речи. Язык это средство общения, речь это воплощение результаты, реализация языка. Язык абстрактен, форматен, речь материальна. Перейдем к материи и структуре, раз речь материальна. Материя, как мы знаем, это несотворимая, неуничтожимая структанция, из которой состоят объекты проявленного мира. Материя это потенция, ограниченная формой. Здесь потенция пассивная, а форма активное начало. На рисунке показана структура материи. Здесь зачеркнуто эфирное состояние материи, которое до сих пор многие спорят, есть или нет. И следующие поля. Торсионное, биологическое и информационное. Информационное, это можно сказать, ментальное. Бытие, проявленное в видимом мире, не существует самостоятельно, так как без материи нет бытия. Они взаимобусловлены. По принятию определенной формы, материя находится в состоянии, это одно и то же, считайте, небытия или хаоса или в эфирном состоянии. Реальность у материи становится лишь с проявлением формы, формы в нашем видимом мире. А именно, оформленным духотворением. Современная наука круговорот и состояние материи во Вселенной. Во Вселенной происходит, кроме круговорота воды в природе, на земле, во Вселенной происходит круговорот материи. Здесь представлено от черной дыры до проматерии эфира. Они зависят, эти два крайние состояния. От двух вещей. От энергии света и от температуры. Энергия связи максимальная в черной дыре, а температура в проматерии эфира максимальная тоже. То есть, они двойственно направлены в разные стороны. В этом диалектике. Вещество это как раз наш макромир, в котором мы живем. Вот где есть вещества. Физика сегодня, физика уже доказала. Все возникает из пустоты, все находится в движении, все создается мыслью. Материя это энергия. Но это еще по формуле Эйнштейна. То есть, мы уже со школы должны знать. Энергия это обобщенная мера материи, ее состояние и работопригодности. Очевидно, любое физическое тело в определенных условиях может потерять массу покоя, полностью превратиться в невесомую энергию. И наоборот, энергия может превратиться в весомую физическую частицу по формуле древних арио. Мысль, слово, деяние. Число и слово. Слово обладает, как уже понимаем, силой. Каждое слово или буква азбука вибрирует в соответствии с частотой собственных колебаний. Человек во внешнем мире подвергается чувственному воздействию различных вибраций физических частот, включая и звуковые. А также влияние частот нумерологического значения на тонком уровне. То есть, частот ДНК. Здесь ДНК, ну это в принципе по смыслу не то, как наука называет. Я называю частот динамического накопителя кармы. ДНК. Азбука имеет строгую информационную вибрацию, поддающуюся резонансу и числовому просчету. Число это самый древний источник сакральной информации. Числовой код содержится в буквах. Это ключ к раскрытию тайн природы и человека. Числа это буквы, буквы это слова, совокупность слов мысль, а мысль смысл. Таким образом, любой смысл можно выразить числами. Это почувствовала первая школа, которая была создана в Европе, школа Пифагора. Она была первой. И там изучали. В начальном курсе это слова. То есть, грамматику, логику, риторику. А высший курс это число. Арифметика, геометрия, гармония и астрономия. Что такое число? Арифметика это число. Геометрия это число в пространстве. Гармония это число во времени. Астрономия это число во времени и пространстве. Мы видим, что школа Пифагора, первейшая школа в Европе, уже сразу начала изучать. Низшее слово, высшее число. Арифметика еще делилась на три уровня. Числа фактические, это те, которые сейчас мы считаем. Числа математические, бесконечные, иррациональные и так далее. И числа идеальные, или нумерологические. Язык. Язык людей это система символов, с помощью которых обозначаются предметы внешнего мира. Язык не является продуктом творческой деятельности народа, как принято сегодня считать в языкознании. Напротив, именно божественный язык через образы в ментальном мире по известной древней форме мысл слова деяния формирует живую материю. Национальный язык это форма его бытия в эпоху существования нации. Формирование национального языка идет в направлении становления и укрепления основных языковых норм. Здесь перечислены основные языковые норм. Любая азбука имеет строго информационную вибрацию, подающуюся числовому расчету. Заложенные в азбуку числа помогают выявление числовых резонансов между понятиями, а также установление взаимных отношений между внутренними и внешними мирами. Образно выражаясь, азбука это конституция языка. То есть мы сегодня много изучаем. С утратой образности и переходом на фонетический звуковой способ извлечения информации язык теряет смысл и становится безобразным алфавитом. Подчеркиваю, безобразный здесь без образа. То есть в ментальный мир у нас ничего не попадает. Вот это алфавит. Вот все языки английский, латинский. Там нет ни числа, ничего. Это, извините, безобразные языки. То есть только считать на счетах и все. Русский язык это не алфавит и даже не азбука. Русский язык дом бытия. Язык это знаковая система. Любая знаковая система, жесткая форма содержания, образ которого продиктуют вложение содержания. Любой иной проект, если это не жидкость, будет проигрывать в объеме, либо объем продукта. Это все равно, что вносить флейту в футляре от контрабазы. Таким образом, всякая заимственная знаковая система, или насаждаемая, не имеет корневой связи, то есть формы и содержания с этническим сознанием, которое находится, извините, у нас отражением в ментальном мире. То есть в мире разуме. Алфавит это фонетическо-звуковая, а именно самая простейшая система общения людей. Азбука, в отличие от алфавита, это не случайный набор букв, а образно-слоговая система ощущений человеком Вселенной, целокупно основанная на букве, числе и смысле. В Библии сказано, на всей земле был язык и одно наречие. В этот период он назывался русским языком, так как был единым для всех и общим на земле. Но дожил этот язык до нашего времени, к сожалению, только у русских, у славян. В книге, то есть нам говорили, что до тысячного года в истории Карамзина, то есть сказано, мы были голые и ели сырое мясо, бегали по степи голые и ели сырое мясо. В книге записки касательно русской истории Екатерина II писала, слова о недорождении Христа многие письмена имели. У Ломоносова там вообще что история 400 тысяч лет. Известный индийский санскритолог Дурга Прасад Шастре писал, что русский язык даже более древен, чем санскрит и является древнейшим диалектом санскрита. Он же называл язык севера России пракритом, не санскритом, а пракритом, то есть перед санскритом. Русский язык шестой среди языковых мер, владеющих русским языком в России сегодня составляет 137 человек. Аббат Бенедиктианского монастыря Мавры Арбини в своем историческом сочинении «Славянское царство» 1722 года писал, «Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы мира. Империя мужеством своих воинов тысячелетиями держала всю вселенную в повиновении и покорности». То есть это то, что сегодня от Португалии до Камчатки. Там перечислены все эти страны, то есть можете поверить. У слова задолго до Кирилла и Мефодия существовала протославянская слоговая письменность. Ей выполнены индийские надписи, эфесский брус и надписи от русского мы расшифровали. Не понял? Значит, история развития письменности у слова имеет тесную связь с древнейшей историей. В истории развития славян письма можно разделить в три этапа. Рун и руннику, буквицу, глаголицу, кириллицу и латиницу. Из них святат русские образы или буквица была самым распространенным письмом среди наших многочисленных городов. Согласно ведам и другим древним историкам, это славянские языки, изначально на базе четырех основных. Буквица, хорийские коруны, дарийские тьераги, молвицы, глаголица дальше, славянское народное письмо, иероглофийское узелковое письмо, и воеводское письмо, и княжское письмо. Всего девять. К рунническим письмам относятся футарк. Он так называется по названию первых шести букв. Футарк, 24 знака. Рунническое письмо, здесь пример, древних германцев. Применялось на территории современных северных стран. Чтобы показать, что руны были непросто, вот приведена слева таблица соответствия рун, стихий, знаков, зодиака и планет пастора Дадзона, 1600 год. Здесь и планеты, и дни, и стихии. То есть все приведено, как у нас сейчас связано к планетам, к стихиям. Славянский рун меньше, 18 рун, но тоже приведено. Буквица. Буквица была самым распортированным письмом среди наших родов. Каждая буквица имеет свой образ, смысл и числовое значение. Почему? Словами мы активизируем мыслеобразы. Числа обладают своим языком, образностью и жизнью. Символы нерасхоржимы скрепами связывают внешние и внутренние миры нашего сознания. Вот буквица стандартная. Тот, кто создал буквицу, или, вернее, языка, азбуки, дал нам в руки нить наших мыслей. Вот числовые значения буквицы. Примеры образности буквицы. Я не буду, то есть, я скажу только, что муж. Смысл мужа. Мысли, проявляющие и сотворяющие жизнь. Жена. Асу земли, свет бытия и жизни дарвища. Примеры космических значений буквицы в именах людей. Раньше к девяти планетам, это как раз девять нумерологических чисел, и соответствовали им имена, которые давали людям, ну, новорожденным в славянских селах. Здесь приведут примеры глаголицы, славянское народное письмо и буквица. Сравнительный анализ русского и санскритского языка. И санскрита. Вот, можно посмотреть. Ну, достаточно. Русский брат, санскрит брати, мать матри, собратья собратьи, ну, и так далее. Кому интересно, может подойти это очень много. Сравнительная таблица славянских языков. Гелесиевца, кирийца, византийский унициал и глаголица болгарская. Кто подойдет, одни и те же буквы. В принципе, и написывается одинаково. Кто реформировал письменность, страна должна знать своих героев. Святой Кирилл и Мефодий, дни которого мы, то есть, день печати у нас, были создателями не славянской азбуки, многие годы существующей на Руси, а церковно-славянской письменности. Селью проведения христианских церковных обрядов на понятном русском народе языке. Об этом подробный излог в книге «Жития святых». Царь Петр, они шесть букв, царь Петр отличился, царица Анна, ну, все указаны. Церковная славянская азбука Кирилла и Мефодия, взяв за основу буклицу, состоит из 49 букв, которые уже было. Они убрали шесть букв, четырем буквам дали греческие названия и стали переводить с гречеси, сонно изобретенный ими, мертвый язык, тот, который Кириллица называется. Вот церковно-славянская буква. Значит, пример полимпсеста. Многие, наверное, не знают, что это за слово. Это поверх Кириллицы, уже поверх глаголицы было написано Кириллица. Дело в том, что раньше все писалось на коже молодых ягнят, то есть использовалось это как материал. И они стоили очень дорого. Поэтому все глаголицы, которые были, сверху писали... Все. Все. Вот, все. А вот примеры смысловой образности русского языка. Значит, вот я только на этом остановлюсь. Еще один. То, что многие не знают. Больше того, мне полковник Груз сказал, мы так будем, извините меня, ловить шпиона. То есть спокойно. Дело в том, что если вот это вы посмотрите, здесь я только на этом остановлюсь. Больше не на чем. Вот здесь можно прочитать это. Основное правило следующее. Предложение смысловое. Первая и последняя буквы стоят на месте. Внутри можете перетасовывать как угодно букву. Вы его прочтете. Потому что это свойство именно русского языка. Значит, проводил уже и я эксперименты. Дочка она свободно владеет английским. Англичане, которые знают русский язык, прочитать, во-первых, не могут. Второе. Если делать то же самое с английскими предложениями, берете книгу, опять первая и последняя буква на месте, остальные вот так делают. Прочитать не могут. Абра-кадабра. Ну как, вот это мы вообще смотрели здесь. Что-то подобное. Вопрос, почему? Не может даже англичанин, которые свободно владеют русским языком. А ученье просто. Всевназгновение все смотрели. Думать, когда, извините, думают на русском языке, вот тогда и прочитать. То есть мы в ментальном мире, вот там образы понимаем, и поэтому нам достаточно первая и последняя буква. Поэтому только у нас почти все, а многие могут читать по диагонали. Другие, кстати, читать не могут. Поэтому надо думать на русском языке, и тогда ты сможешь прочитать это. В других языках этого свойства, извините, нет. Но есть еще очень много чудес с этим языком. Будет интересно, в следующий раз расскажу. Вот тайна и все. Ну, пока.